Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В тишину маленького Камышина завтра ворвутся страсти Футбольный сезон в городе начинается с настоящего события Ведь на игру приезжает чемпион, Спартак На каждом шагу можно встретить объявление о предстоящем матче Но это чистая проформа И так всем известно, что, когда и где произойдет В субботу Камышане впервые посетят реконструированный стадион На котором пока что ведутся последние отделочные работы Задействована даже армия Вероятно, и с ее помощью не удастся довести дело до конца Однако главное все же футбол Текстильщик серьезно готовится к игре И сейчас, наверное, каждый в команде осознает всю важность результата Ведь в городе много безработных Практически прекратил работу хлопчатобумажный кабинет Кто, как нелюбимый клуб, должен поддержать почти отчаявшихся людей К тому же текстильщик начал чемпионат с поражения от ладикавказцев 0-2 И теперь проигрывать никак нельзя Для нас это особая игра, потому что мы играем чемпионом Для них это, может быть, не будет такой раздражитель Не обязательно выиграть, не обязательно проиграть Главное, чтобы достойно Тогда будет все нормально Команда, в принципе, только формируется в какой-то степени И я думаю, удачно выступить Просто показать хорошую игру Это уже будет нормально Вообще, со Спартаком мы дома играем успешно Удаются на матч Так что готовимся к дотой Спартаковцы почувствовали серьезный настрой текстильщика И поэтому прилетели в Камышин уже сегодня За день до ядра Сейчас среди российских команд не практикуются Дмитрий Федоров, Максим Стыченков, НТВ из Камышина Удовлетворив некоторый информационный зуд Мы переходим к главному событию недели Матчем Лиги чемпионов и других европейских кубков В глубине души я надеюсь, что те, кто придут завтра на стадион в Камышине Испытают удовлетворение, сопоставимое с тем, которые получили зрители среды Зрители Олимпийского стадиона в Мюнхене и Парде Пренс в Париже В матче Баварии и Аякса было два разных тайма В первом казалось, что гол Аякса лишь дело времени Противостоять грозным форвардам амстердамского клуба Литманина и Кану Пришлось третьему ударю Баварии, увы, Господароку Кан травмирован, а удаленный в йотоборге Шойер пропускал игру за дисквалификацией С Литманиным Господарок справился А вот юный Кану сам не смог сладать с нервами и не попал в пустые ворота Бавария сейчас настолько обескровлена, что Джованни Тропотони даже не Игра в Париже принесла неожиданный результат Тренер ПСЖ Фернандес неожиданно предложил своей команде сыграть в футбол ПСЖ не могла удовлетворить взыскательных зрителей И во втором тайме снова опасный угловой Сен-Жермену Росси был безупречен на линии ворот Выскочивший из засады ВА ударил на великих день 86-я минута могла бы стать звездной для жинала Но Давид подтвердил свою репутацию сотрясателя Перекладин Коттеначо же, в свою очередь, бессмертна А теперь о Кубке UEFA, Ювентус-Боруссия И те, и другие на следующий сезон рассчитывают попасть в Лигу чемпионов Но победа в Кубке UEFA из-за этого не становится для Ювентуса и Боруссии менее значимой Гости неожиданно повели после удара Штефана Ройтера Но вскоре Баджи не испугался подойти к ставшей для него роковой 11-метровой отметке 1-1 Два года назад в финале Кубка немцы были разгромлены с общим счетом 6-1 Но тогда Энди Мюллер играл за Ювентус, а теперь он в Боруссии Итальянцы атаковали большую часть матча, но с трудом избежали поражения Ошибку еще одного возвращенности из Италии из Аммера использовал последний оставшийся немецкий колонист на Апеннинах Юргер Келлер 2-2, впереди еще 90, а может и 120 минут триллера Байер Парма Катастрофическая форма Байера в Бундеслиге распространилась и на его выступления в Кубке УЕФА Не вдохновил Ливер Кузенцев и гол Паула Сержио после углового, поданного Бернадом Шустером У Пармы осталось совсем мало шансов догнать Ювентус в борьбе за Скудетто И поэтому итальянцы сосредоточили свое внимание на Кубке УЕФА Они забили два мяча подряд Немцев не выручил герой победного для Байера розыгрыша Кубку УЕФА 1988 года Вратарь Рюдигер Фольборн Он беспричинно погидал ворота и подставил своих защитников Дина Баджо и Фаустина Асприлья лишили ответную встречу этих команд достойной интриги Судьба тренера Байера Драгослава Степановича предрешена А Парма на пути к своему третьему подряд европейскому финалу Арсенал на Хайбере сделал все для того, чтобы обеспечить себе солидный перевес в мячах перед встречей в Генуе Особенно старались защитники Если выстрел канонера Ли Диксона Дзенга парировал То в конце первого тайма дважды оказался не в состоянии отразить удары Стива Боуда Который вообще забивает крайне редко А тут два мяча подряд За второй гол Дзенга вправе разделить ответственность с Боуда Но английские защитники излишне увлеклись нападением В начале второго тайма комбинацию с участием Манчини и Ломбарда Пытался прерывать капитан Арсенала Тони Адамс Но лишь предоставил возможность Угослову Владу Юговичу поразить пустые ворота Стюарт Хустон расстроен, но не обескуражен, так же как и его команда Ян Райт забивал на всех предыдущих стадиях кубка Так случилось и на этот раз Типичный райтовский гол Арсенал мог спокойно ехать на Средиземноморье, если бы не Роберто Манчини Он гениальным пасом по-стрельцовски нашел Влада Юговича Бывший игрок ЦРВН-Звезды свел преимущество Арсенала до минимума Перед ответным матчем шансы 50 на 50 Чилси приехал в Испанию без Дмитрия Харина Его дублер Кевин Хичкок был надежен в последних играх И Глен Коделл решил не искать добра от добра Но в Сарагосе все сложилось для лондонцев далеко не по-доброму Уже на пятой минуте капитан Сарагоса Пардеса подставил голову после подачи углового Защита Чилси не справлялась с хитрым аргентинцем Хуаном и Снайдером Невысокий Скотт Минте проиграл и Снайдеру борьбу в воздухе Хичкок был беспомощен перед коварным ударом в нижний угол Во втором тайме и Снайдер окончательно решил все проблемы своей команды Снова показали свою несостоятельность центральные защитники англичан Минте и Синклеер 3-0 В случае если бы Арсенал и Чилси пробились в финал То решающий матч должен был быть перенесен из Парижа в Лондон на Уэмбли Теперь к недовольству английских фанатов этого скорее всего не произойдет В который раз для усмирения буянищей толпы полиции приходится прибегать жестоким мерам В конце игры в виде беспомощности своих игроков на поле вышел сам Глен Ходдл 38-летний Глен выглядит значительно моложе своих лет И еще не растерял тех качеств, которые 15 лет назад выдвинули его в число ведущих полузащитников Европы Ему удалось обострить игру в нападении, но результата это не принесло В ответной игре на Стамфорд-Бриджи Чилси может спасти только Чула Напоминаю, что ответные матчи всех полуфиналов состоятся через две недели Я не рискну предсказать победителя ни в одной из пар Два матча, которые я видел полностью, Ювентус-Боруссия и ПСЖ-Милан отбили у меня всякую охоту к прогнозам Могу сказать только поживем, увидим Вы смотрите Футбольный клуб Через минуту в нашей программе полное обозрение всех игр чемпионата России А также вы познакомитесь с нашим сегодняшним гостем Представляю нашего сегодняшнего гостя Журналист, обозреватель газеты Спортэкспресс Сергей Микулик Здравствуйте, Сергей, очень приятно, что вы у нас в гостях Я пригласил вас как человека, который превзошел меня в моих глазах энтузиазмом Чтобы посмотреть первый матч чемпионата России, я дошел до студента Локомотив А вы поехали в Новороссийск И мне бы хотелось узнать о ваших первых впечатлениях от чемпионата в таком случае Ну просто не хотелось, так сказать, портить себе праздник Поскольку в Москве вас на студенте Локомотив взяли слегка пустые трибуны А я ожидал аншлага от первого матча Новороссийск Не ошибся, это был, наверное, единственный стадион для первого тура Который в полтора раза практически перекрыл свою проектную вместимость Другое дело, что это оказалось безрадушным То есть даже если бы вы не пришли, там бы не было свободного места Да, даже, я боюсь, и мое было бы занято И вместо Бориса Петровича Игнатьева, тренер сборной, который специально летал на этот матч Он умеет выбирать центральные матчи туров Правда, он ставил счет 1-1 И в официальном прогнозе, и на тотализаторе, и немножко погорел Ну так все-таки впечатление Я думаю, что вы ждали этого, от начала чемпионата Вы остались довольны? Ну знаете, начало чемпионата всегда ждет всякий болельщик Всегда обеспечен приток зрителей за зиму Которым хочется посмотреть, а что же вот такого команды сделали Всегда вот в надежде на это чудо И, наверное, футболисты должны особо ответственность сознавать именно в первой игре Чтобы люди не ушли, так сказать, с чувством обманутых Сейчас уже, наверное, трудно делать скидки нашей привычи на весенний футбол, на поля Потому что нашим тренером, по-моему, в пору быть преподавателем географии Можно становиться с указкой карты и рассказывать, и показывать На карте мира, где они побывали за зиму с командами То есть самые бедные, самые жалующие на отсутствие финансов нашей команды в высшей лиге Минимум два раза провела длительный сбор за рубежом И уже скидок на плохие поля, плохие питания быть не может Поэтому, наверное, футбол-то из весеннего, того мартовского Которого было раньше, после подготовки на галевых полях, и кто-то играл на асфальте Он, наверное, уже перешел в какой-то другой качестве, должен был перейти Перешел? Вот, к сожалению, это может быть по одному матчу рано делать выводы Но энтузиазм присутствовал, но в каком-то таком переходном качестве То есть подготовка на именно хороших полях, может быть, сказалось на качестве игры одного из 22 футболистов Это Владислава Радимова Сергей, вот вы, собственно, репутацию себе составили прежде всего своими интервью Полагаю, что вы, может быть, глубже, чем кто бы то ни был Знаете, душу футболиста Такая немножечко высокопарная фраза Почему же вот в таком случае зритель тоскует по футболу всю зиму, а футболиста нет? Вот это действительно немножко странно, поскольку он должен был соскучиться по игре, по мячу И тем более я знаю, что как важно выйти в первом матче в стартовом составе и себя проявить И вот когда видишь какое-то равнодушие Я не применительно к матчу в Новороссийске, но частенько это проскальзывает И там у некоторых игроков тоже То это очень трудно объяснить Знаете, вот эта загадка, над которой бьешься уже несколько лет И такое впечатление, что люди уже устали от футбола, только начиная Это трудное дело Хорошо, у нас есть еще несколько минут, чтобы поразмыслить над этим А пока первая часть нашего обзора В день открытия чемпионата Москва порадовала снегом Поэтому периодически локомотив представал снегоочистителям Соперники москвичей, самарские крылья Советов, с первых минут выбрали тактику глухой обороны В такую погоду эту тактику можно было считать беспроигрышной Лишь изредка мяч долетал до ворот гостей, но там его встречал уверенный в себе голкипер Мартешкин Однако, к середине первого тайма, железнодорожники вспомнили, что за первый гол чемпионата на родном стадионе учрежден крупный приз Харлачев удержался на ногах штрафной, и это стало гарантией успеха После атаки Гарина Евгений первый на добивании 1-0 Однако, недолго музыка играла Локомотив некоторое время коллективно размышлял, как потратить Харлачевскую премию Тем временем Минашвили бьет издали, и Обчинников бессилен Единственная атака самарцев привела к голу Тайм второй знаменовала ярость железнодорожников Они не оставляли в покое штанги, а Мартешкина вообще чуть не изувечили Но все было тщетно, пока на поле не вышел Катасонов Этот таранный форвард, больше чем кто бы то ни было, отвечает своим телосложением на званию клуба За пять минут до конца он вынудил ошибиться защитниками ДУ Сприведливый пенальти реализовал капитан москвичей Косолапов После этого гола железнодорожники радовались как дети А Евгений Харлачев украткой поблагодарил Всевышнего Три раза по числу набранных очков Крисоведов ударил один раз поворотом и забил о гол У нас же было, наверное, десять моментов И мы играли один-один, и хорошо это пенальти Могло бы повезти, если бы поумнее сыграл бы наш защитник Не сбивал бы, можно сказать, специально То, наверное, все-таки могла игра прийти к ничейному результату А у тюменских гостей московский снегопад пробуждал грустные воспоминания О межсезонных тренировках в хоккейной коробке Игра газовиков не ладилась с самого начала И на их половине поля московские торпедовцы чувствовали себя уверенно Итог комбинации около штрафной Удар Геннадия Гришина, но газовый бок на чеку Мяч выпадает в перекладину Торпедовцы вновь атакуют Прокопенко играет на опережение, но Панферов не успевает И сожалеет об отсутствии на теле хоккейных доспехов Москвичи не оставляют гостей в покое Гришин отдает мяч Вастросаблину И Борис мощно посылает оранжевый шарик в девятку Масленников уже остается грешить на непогоду После пропущенного мяча динамовцы наконец протоптали Тропинки на чужую половину поля Но Кувардаев не успевает на передачу в разрез А 13 номер всегда приносит несчастье Главой подает Чемаченко А во вратарской вовремя оказался бессмертный Мяч идет мимо торпедовского вратаря Владимира Пчельникова Но гости рано почили на лаврах Розыгры Штрафнова и Шеренбеков на 87-й минуте К пушечным ударом отправляют мяч в ворота Сибиряков 2-1 победа торпеда У нас есть в общем-то сложности Сложности по комплектованию команды Не смог сыграть сегодня Хамзин Не смог сыграть Исаков Не было Кутепова Который бы может быть не пропустил Этот злополучный первый мяч Мы продолжаем разговаривать в студии футбольного клуба С журналистом Сергеем Микуликом Сергей, ну вот я так понимаю Что вашу точку зрения не разделяет Олег Романцев Относительно первых матчей После этого и после этой игры в Новороссийске Он же пригласил Хохлова в первую сборную Как это можно объяснить? Ну, некоторым игрокам СССР игра удалась лучше, чем Новороссийцем Хохлов действительно был тем Может быть вторым человеком Который поддержал родимым в его лидерстве Поскольку один-то в поле не воин И здесь бесспорно Тем более, что два тренера были в сборной на игре И, видимо, хотя бы в варианте Двое против одного Они могли убедить романцев Что мы в итоге видим на выходе Но вот не получается ли так Что в итоге Если все-таки по первым матчам судить сложно Мы принимаем это за аксиому Не получается ли так, что игрока приглашают в сборную И вообще судят о нем Прежде всего не по его игре А по его репутации Ну, видимо, Хохлов как раз Опровергает точку зрения То есть, когда болельщик надеется на что-то Новенькое, свеженькое Вот на ту звездочку Которая должна зажечься То Хохлов, так сказать, по первому матчу Видимо, соответствует этим параметрам Это, наверное, отрадно в свете той игры Тем более, что мы наблюдали не так давно В Лужниках В исполнении нашей сборной То, видимо, нужна свежая кровь А как вы считаете, если отвечать от чемпионата Вот это тенденция Или все-таки это разовый случай Или все-таки возможно Сформирование сборной В какой-то степени привлекая В нее отдельных представителей Российских клубов Я думаю, раз пошел чемпионат Поскольку легионеры имели Естественное преимущество В том, что у них шел сезон А сейчас, когда можно будет видеть Наших игроков в серьезном деле И действительно, наверное, конкуренция возрастет С их стороны за место в составе Хотелось бы на это надеяться Поскольку мы-то с вами Довольствуюсь телесюжетами Мы особенно Оттуда не всегда можем Стоять полное впечатление о ком-то И тренер, даже просматривающий Может попасть на удачный Либо неудачный матч Здесь уже устраивается цепочка Система Если вы против телесюжетов Мы можем закрыть программу Сегодня давайте доведем до конца Хорошо, это хорошая мысль Довести до конца сегодняшнюю программу Мы продолжаем смотреть Игры чемпионата России На настроение тренера московского Спартака Олега Романцева Перед игрой с Уралмашем Наложил отпечаток Неудачи романцевской уже сборной В матче с шотландцами Но российский чемпионат Не европейский И здесь Спартаковцы быстро добавили Сему наставнику положительных эмоций Материальные проблемы Уралмаша Отразились на подготовке команды к сезону Но вряд ли повлияли на результат матча Спартак и в прежние годы Забивал екатеринбуржцам По многу и с удовольствием Автором двух первых мячей Спартака В нынешнем чемпионате стал Мухаммадиев Который легко приспособился Как к непривычным для южанина погодным условиям Так и к своему новому десятому номеру По большому счету В исходе встречи Никто не сомневался и до ее начала Цамбаларь удивил города В ударом с дальней дистанции А мяч Валерия Кеченова Был психологически важен Для игрока олимпийской сборной С шотландцами я еще играл больной Поэтому я не показал той игры Которую ждали болеть А сегодня я почувствовал Что я в хорошей форме Я себя хорошо чувствовал И поэтому играл с вдохновением С настроением Старался по крайней мере Немногие моменты Уралмаши Пришлись на второй тайм После штрафного, выполненного Зайцем Блужин добил мяч ворота Но не получил при этом Даже морального удовлетворения Этот гол как-то даже не придал Ни радости ничего не дал Команда проиграла Это гол, мне кажется Лучше бы сыграли там Мячу я забил, я понимаю А этот гол нет Не принес радости После углового воспомнения Кеченова Мухаммадиев восстановил Разницу в счете в четыре мяча Но не разрешил вопроса Действительно ли так силен Спартак Или настолько слаб Оставшийся к тому же Без финансовой поддержки Уралмаш Может быть и то и другое Я не могу сказать, что Уралмаш слабый Они играли в свою игру Просто я думаю Что мы больше использовали Голевые моменты Первые минуты матча Ротора с Нижегородским локомотивом Были посвящены акробатическим упражнениям У Кузьмичева и Нидергауса Образовалась в стиле приятная гибкость И они соревновались в умении забить в падении Через себя Далее игра проходила без акробатики А вот Веретенников Совершает самостоятельную пробежку К воротам локомотива Но несмотря на теплую поддержку земляков Промахивается Мяч скользит рядом со штангой Нижегородцы бросаются в контратаку Смертин как по рельсам Приближается к штрафной И делает навес Кузьмичев принимает мяч И бьет по воротам 1-0 Во втором тайме Ротор увеличивает обороты Волгоградцы атакуют нижегородцев Но защитники локомотива Убивают мяч и штрафной ваут А очередной набег хозяев Состоялся на 61-й минуте Новобранец Корнеец Мчится к воротам по левому флангу И навешивает на Веретенникова Олег же без помех Вколачивает мяч под перекладину Единственная ничья первого тура Был зажатый, скованный И естественно Тот пропущенный мяч В наши ворота Сыграл роковую роль И поэтому игра была скомкана Судьба мачи решилась в первом тайме Дмитрий Ласьков Проскочил через защиту КамАЗа И мощным ударом с 25 метров Забил, пожалуй, самый красивый мяч В первом туре 1-0 Еще через 3 минуты розыгрыш штрафного И Маслов головой посылает мяч в ворота гостей Не намного менее красивый Во втором тайме Любители комбайнов не успокоились И продолжали атаковать ворота КамАЗа На что бывшие брежневцы отвечали Острыми контратаками Но ни одной из команд Не удалось поразить ворота Счет первого тайма не изменился Таким образом Россельмаш отметил возвращение В высшую лигу Приятной победой на своем поле Матч в Сочи дал возможность футболистам вспомнить детство Игроки обеих команд с удовольствием бегали по лужам Сочинцы приветствовали гостей игрой на их половине поля Богатырев некоторое время пытался доказать Что и пяткой можно делать хорошие передачи Но Клеменов разрушает эту иллюзию Безуспешно и чуть более поздняя попытка Игнать его прорваться к воротам Она заканчивается в очередной луже На 21-й минуте Динамовцы наконец нащупали брод Ведущий на половину соперников Однако Евгений Крюков Как хорошая лягушка Знает каждую кучку в своем болоте Плачевно могла окончиться для Динамо Комбинация разыгранная теми же Игнатьевым и Богатыревым При участии Суанова Но открыть хозяевам счет мешает Саматов Вставший в ворота Блудный Клеменов Далеко выбивает мяч И Черышев использует несогласованность Сочинской обороны А также застенчивость Крюкова 1-0 Гул оказался решающим И хотя Жемчужина пыталась отомстить Но на сей раз Клеменов остался в воротах И крепко вцепился в мяч По крайней мере мы стараемся Сейчас все нападающие Использовать все моменты которые мы создаем А на таком поле Тем более к нему практически невозможно Примастриться даже И я не знаю как мы Просто за счет огромного желания По-моему сейчас победили Мы продолжаем разговор в студии футбольного клуба С Сергеем Микуликом Журналистом газеты Спортэкспресс Сергей вопрос который возник естественно Раньше чем первый тур чемпионата России Произошел Возникает всегда примитив к чемпионату России Вопрос Спартака Егемония и так далее Будет ли соперник Когда говорят будет ли соперник думаю прежде всего о Динамо Ну наверное по первой игре тем более по фрагментам в лужах трудно судить Думаю что вы все таки осведомлены о положении дел Нам стоит чего-то ждать Ну всегда хочется Хотя Олег Иванович Романцев часто воспринимает это как антиспартаковские выпады Но хочется не того чтобы Спартак сбавил в классе А хочется именно конкуренции возросшей И сейчас Динамо наверное самая загадочная команда Если в прошлом году так априорно относили ее к Не то что конкурентам А чуть ли не к Основным Спартакам А чуть ли не к фаворитам первенства То есть сейчас сложно об этом говорить Поскольку вот я разговаривал На пути в Сочи Когда летел в Новороссийск Динамо летели параллельным курсом С Валерием Клейменовым Он сказал что была вот последняя двусторонняя игра И он так посмотрел со стороны Со своей рамки И нашел всего одного человека Саматова Который играл за основной состав в этой игре Который был бы твердым игроком основы в прошлом году Поэтому чего сейчас ждать от Динамо Знает наверное один Константин Иванович Бесков И те две тысячи болельщиков В случае презрежившей дождь На Спартаке кстати снег было поменьше Поэтому может быть Динамо пользуется такой популярностью Да и в Москве вообще А что вообще должна получить команда в межсезонье Чтобы говорить да мы можем в этом сезоне Завалить теоретически Спартак Ну теоретически потому что футбол же это игра Знаете в межсезоне в основном команды неплохо укомплектовываются Пока идет такой тренерский молчок по первому второму А потом когда Спартак традиционно отрывается То отговор как правильно одна Ну что Спартак у них же комплектоваться надо Ну да Овчинников в таких случаях говорит Спартак есть Спартак Но если взять допустим понятие скамейки То я полагаю что у Динамо сегодня резерв и у Локомотива Наверное скамейка длиннее чем у Спартака Даст ли это какое-то преимущество как вы считаете Ну я думаю что дистанция сейчас довольно ритмичная Одна игра в неделю Хотя Спартаку сам конечно необходим в отдых Поскольку они задействованы на всех фронтах Впрочем сейчас у нас в футболе появился совершенно уникальный игрок Владислав Радимов В услугах которого остро нуждаются Сразу четыре команды почти все одновременно Это ЦСКА, юниорская сборная На чемпионат мира, олимпийская и первая Как они будут рвать его на части пока неизвестно Но своеобразный рекорд он я думаю установил Так вот Спартаковцы конечно нуждаются И в ритмичном календаре И в отдыхе полноценном Но я думаю что этот календар их должен устраивать практически идеально А что касается длины скамейки Все-таки качественное пополнение Спартака наверное посильнее тем не менее будет Хотя вот такие загадочные личницы как Терехин в Динамо Они затронули очень важный вопрос В этом году, как мне кажется в этом межсезонье Уже достигнут определенный прогресс В том что касается конкуренции всех команд со Спартаком Спартак оказался не самой богатой командой Потому что у него перекупили игрока Которого Спартак хотел идти в своих рядах Я имею ввиду Тетрадзе, который уехал в Владикавказ В связи с этим вопросом А какую роль играют деньги Вот в данном случае В данном конкретном случае Тетрадзе ушел к тому тренеру К которому он должен был пройти Как-то вот судьба Кров повернулся и так просто получилось А то что в провинции есть команды Отнюдь не менее богатые чем в столице Это радует Я думаю что вот именно за счет усиления Качества игры Без финансов оно невозможно Поскольку далеко от дома А тетрадзе например уже в принципе москвич Игрок бы бесплатно не поехал То есть тут нужны какие-то несомненно дополнительные стимулы И видимо провинциальные команды обладают им в лучшей мере Потому что лучше все-таки я думаю купить одного хорошего игрока Чем за ту же сумму 5-7 будем говорить посредственных И те кто идет по этому пути Правда Валерий Георгиевич Газаев Он покупает и звезд И игроков чуть менее классных Но у него своя мечта Сделать команду именно конкурентоспособной Спартаку У него еще с динамовских времен зуб И поэтому я думаю То есть первая ласточка тетрадзе Это такой первый гол ворота Спартака Я понял вас Ну давайте посмотрим игру с участием Владикавказского Спартака Мы посчитали эту игру Игрой Тура В Осетии очень любят футбол Устав от бесконечных войн по соседству Зрители почти полностью заполонили стадион Даже горцы спустились у своих гор И порадовали болельщиков национальным канканом После этого не выигрывать хозяева просто не имели права Хотя и был серьезный соперник Текстильщик еще недавно играл в Кубку УИФА Но когда с кавказских гор Видишь башни Кремля и золото чемпионата Былая слава противника смутить не может С первых минут встречи спартаковцы начали осаду ворот Камышан Но настоящая игра началась лишь после того Как Морозов уложил на траву Гоплачева Владикавказцы начинают яростно атаковать Заставляя голкипера Волжан Филимонову переживать острые ощущения На 28-й минуте После быстрого перепаса Погаева, Деркача и Гоплачева Состоялся завершающий удар Бахва Тидеева Отскочив рикошетом от спартаковской головы Мяч влетает в ворота 1-0 Бей своих, чтоб чужие боялись Во втором тайме атаки спартака продолжаются Хозяева упорно стремятся к Волжским воротам После рейда Сулейманова Тидеев решает повторить свой подвиг Но его удар на этот раз приходится в штангу Неизбежное случилось за 12 минут до конца встречи Ревишвили преодолевает линию защиты гостей И подает на Яновского Тот, высоко выпрыгнув, головой направляет мяч В угол ворот текстильщика Мимо флегматичного Филимонова Победа Спартака 2-0 Каждый игрок после долгого перерыва Хотел сыграть как можно, так сказать, лучше Но, к сожалению, те моменты, просто, так сказать, непростительные Которые мы имели и которые могли забить Вот исключительно еще и за счет волнения Для меня во втором тайме легче было Потому что освободили меня от защиты И поэтому легче было А в первом тайме я и назад помогал, и вперед Мы говорят сложный календарь, но какая разница Все равно ты, как ни крути, 15 домов, 15 на выезде будешь играть Придут другие матчи Через эти игры будем готовиться У чемпионата России еще нет таблицы розыгрыша Но уже есть лучший бомбардир Мухсин Мухаммадзиев сделал в первом туре хет-трик Полагаю, вы не поняли наши критические замечания с Сергеем так, что мы не пойдем завтра на футбол Думаю, что мы это обязательно сделаем Опять на локомотив ходить? Не знаю, не знаю На локомотиве, по-моему, нет игры Сергей, у меня к вам один очень короткий вопрос Мы вот так подумали, что можно было бы сделать, как событие марта для нашей новой рубрики И решили, что первая сборная играет неудачно Олимпийская провалилась Мы решили называть событие марта турне по Аргентине Юношеской сборной Москвы Вы ездили с командой В связи с этим у меня к вам только один буквальный вопрос Команда выиграла 9 матчей из 9 А вряд ли это принесло славу российскому футболу в целом А где место этому достижения? Вы знаете, аргентинцы, сами аргентинцы были очень удивлены Что русские оказываются хотя бы на этом уровне Умеют сами играть, а не только мешать играть другим Прекрасно Мы смотрим материал, который посвящен событию марта и человеку марта Им мы выбрали Андрея Корчагина, ведущего футболиста сборной Москвы юношеской До 15 лет возраста Андрей Корчагин, игрок сборной Москвы, форвард 1980 года рождения Футболом занимается последние 7 лет Родился и большую часть жизни провел в Саратове В Москву переехал в прошлом году Послушавшись совета тренера юношеской сборной России Юрия Смирнова Последние полгода игрок клуба ФШМ Москва Я еще не звездаю Может быть один из лидеров команды А так никто никому не завидует Потому что по-разному может сложиться Пока нет таких у нас в команде звезд Есть лидеры команды, звезд нет За 14 дней турне по Марадонии местам Юношеская сборная столицы проехала более 2000 километров Сыграла 9 матчей и все выиграла Играм предшествовали пресс-конференции Которые тренер команды Олег Николаевич Юзвинский Начинал обычно с эффектной фразы Мы привезли сюда собственных Марадон На следующий день после перелета из Москвы в Буэнос-Айрес Из зимы в лето и зня в ночь Москвичи обыграли чемпиона Аргентины Индепендиенты Еще через день повержена команда Ноева Чикаго 4-0 И даже защитный вариант избранной командой города Мартера В середине турне не спас ее от поражения 1-0, мяч забил Егор Шайков С каждым днем хозяева становили все гостеприимнее и гостеприимнее А маленькие русские марадоны добросовестно платили Этническим аргентинцам хорошим футболом Предполагалось сделать баланс матчей в нашу пользу То есть надо было выиграть как минимум 5 игр Ну а когда выиграли 5 Олег Николаевич поставил задачу, чтобы выиграть все игры Олег Николаевич максималист? Ну, уверенный в себе человек Мне как человек, ну, нравится мне он Нравится и веселый Подшутить может Мне он нравится как тренер и как человек На кассетах, привезенных сборной Москвы из Аргентины Олега Юзвинского можно увидеть редко Причина, именно Юзвинский снимал все происходящее собственной камерой Принято считать, что в успехах юношеских команд Доля тренера особенно велика С этим можно было бы спорить Но только не по итогам аргентинского турне Имена лидеров сборной Москвы известны пока узкому кругу специалистов Смотришь на игру команды и не понимаешь, почему так Андрей Корчагин, возможно, самый яркий форвард своего поколения У него 11 номер Его манера, это манера современного нападающего Он агрессивен в борьбе с защитниками И исключительно быстро принимает решения Сыграть в касании, на опережение В России сейчас это редко увидишь Отсюда и голы Самый красивый Корчагин забил в городе Мартера После подачи с фланга удар головой в падении Причем Андрей находился значительно правее ворот Мяч пролетает насквозь, через дырку в сетке Съемка любительская, зато игра профессиональная А футбол, это вообще Такое достойное будущее для молодого человека? Ну, я думаю, что да А в чем заключается польза? Приносить радость болельщикам, которые будут ходить Ну, не надо вот говорить ерунды Ты знаешь, что сейчас на футбол ходит по тысяче человек Ради этого не стоит жизнь-то ломать, правильно? Ну, так можно не обязательно здесь играть Для этого и как стараешься, чтобы попасть в лучший клуб мира Ну, вообще, мне нравится с границей Независимо в какой стране, с границей отличается Любая страна отличается от нашей Чем же? Жизнь там лучше, чем у нас Поездка в чуть ли не самую футбольную страну мира Подарила не только профессиональные впечатления Тем более, что аргентинцы принимали Московских футболистов и тренеров по высшему разряду Народа полно, в туалете никого нет Я из Невернадов Однако, глядя на приключения москвичей в Аргентине Из России, удивляешься другому В нашей столице, да и во всей стране 15-летние ровесники этих футболистов Приуспевают в основном на ниве рэкета Или приторговывают по мелочи Это занятие у нас ошибочно называют бизнесом Эти же ребята играют в футбол И футбол, как любое серьезное дело Оберегает их от соблазнов Шаг влево, шаг вправо И нет мечты, нет в будущем профессионального спорта Все это напоминает старые добрые времена Когда каждый был уверен в завтрашнем дне И мог ставить перед собой цели А молодость наших героев Делает рассказ каким-то домашним Похожим на рязановский фильм Андрей Корчагин, приехав в Москву в прошлом году Не стал чужим в большом городе У него полно друзей Главный из которых Паша Пархомец Вратарь клуба ФШМ и сборной Москвы Родители Паши на первых порах Поселили Андрея у себя А теперь, когда ему выделили комнату в общежитии Постоянно приглашают на выходные Хотя это люди с весьма скромными доходами И жизнь большой семьи теперь Тоже часть истории русского футбола Сейчас, когда этим ребятам по 15 Эта история видится победной Ну, Клинсман, мне кажется, лучше владение мячом Чем у меня Мне вот надо работать над техникой Владением мячем Так, в принципе, физически Думаю, достаточно головой Ну, так, хорошо головой Тоже вроде неплохо играю Вот так техника Немного поработать над техникой Времени мало, только один вопрос Олег Боткин Олег Нестеров Занимался ли ведущими футбола на серьезном уровне? Думаю, что занимаюсь им на серьезном уровне сейчас Все, до свидания Играйте в футбол Играйте в футбол Небольшая накладка Я пока поотвечаю на вопросы Герман Гануров Будут ли по НТВ организованы футбольные трансляции? Пока нет Герман Метелкин Будет ли возоблено производство справочников ежегодников? Последний вышел на днях Ежегодник Российского футбольного союза номер 3 Дмитрий Орлов Будет ли в этом году девятка футбольного клуба? Непременно будет Пока красиво голов мало Антон Ишастов Почему не освещаются все результаты первой лиги? Газеты читайте, там освещаются Смотрите, это не очень интересно, правда Вот Мне подсказывают, что я могу прощаться Я впервые говорю это в третий раз за вечер Играйте в футбол До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова